Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, будем выкатывать из ангара 105-ку, Кононеньяк Депанзер. Но перед тем, как это сделаем, я хотел бы кое-что вам сказать. Только собрался начать записывать видео, как прилетел донатик от Елизаветы. Елизавет, спасибо тебе большое за то, что поддерживаешь своими донатами развитие моего начинания, развитие нашего канала. Спасибо большое, мне это крайне приятно. Мира тебе и обязательно спокойствие. Что касается машины. Машина очень странная, машина очень неоднозначная. Да, в чем-то она безумно хороша, а в чем-то она просто ужасна. Ну и каждый раз, как мои руки доходят до 105-ки, если позволить, я буду так ее называть, потому что вот это вот постоянно называть по кругу действительно очень сложно. Так вот, каждый раз, как мои руки попадают в 105-ки, я сразу вспоминаю, за сколько я ее приобрел. Я ее купил за 20 тысяч золота. Боже мой, каким бараном я тогда был, когда потратил такие бабки на это ведро, причем, которое можно пробить пальцем. Это даже не стальное какое-то ведро, а даже не картонное, а из мокрой туалетной бумаги. Ладно, бок с ним купил да и купил. Сейчас ее продают за 6,5. И давайте будем смотреть на ТТХ по орудию. Хорошее время сведения, это действительно факт, очень хороший разброс, классный ДПМ в 2740 единиц, 7,7 секунды времени перезарядки с учетом установленного оборудования и амуниции, да и пробитие довольно неплохое, 255 единиц. Плюс машина обладает крайне комфортной подвижностью и хорошим углом склонения орудия вниз минус 8. При этом все, машина обладает, ну прям совсем полной картонностью, пробивается везде, всеми кем не лень. Короче говоря, на данной машине особо не забалуешь, и как только вы попадаете в прицелы ваших соперников, то все, что в вас летит, однозначно в вас пролетает с пробитием. Как я сказал, я эту машину купил в свое время за 20 тысяч золота. Последний раз я ее видел на продаже за 7 тысяч голды в голом ее состоянии. Ну а сейчас разработчики скинули еще 500 золота с ее ценника, и вы можете приобрести ее отдельно за 6 с половиной тысяч. Что я, честно говоря, положа руку на сердце, все равно считаю на сегодняшний день ценником, ну все-таки, великоватым для данной ПТшки. Уж больно малому количеству игроков она подойдет и, в принципе, зайдет. И уж точно она не подходит для новичков. Ребят, новички, если вдруг чего, не покупайте. Но вам не надо, берите что-нибудь более играбельное. В вашем случае вам необходима более живучая машина. А Кононен Ягди Панзер однозначно к ним не относится. Если вы будете рассматривать предложение в виде набора, свое мнение я уже высказал. Вот видео, заходите, посмотрите. Там же вы можете посмотреть и кратенький беглый обзорчик на G40108, которого мы выкатывали там из ангара и заценивали эту машину. Ну а что касается набора, возвращаясь к теме, то 13500, безусловно, более приемлемая нормальная цена. Потому что здесь, ребят, если Кононен Ягди Панзера оценивать в 5500 голды, что для него была бы абсолютно нормальная цена в голом состоянии, то вы тогда получаете себе G40108 в нагрузку за 8000 голды. Но плюс к тому, вам еще насыпают два внешних вида, вам насыпают X5 в количестве 10 штук и открытое все оборудование, которое позволит сэкономить порядка 4 миллионов серебра. Вот такие вот предложения в магазине. Покупать или нет, ребят, определяйтесь самостоятельно. Но повторюсь, данная машина чуть ли не противопоказана новичкам. И не стоит на нее сразу бросаться из-за того, что цена небольшая, а машина типа суперрезультативная. Да, ДПМ неплохой, но все же далеко-далеко нелегко реализуемый. Ну что, поехали, попытаемся машину затестить в реальном бою и посмотрим, на что она способна. Итак, друзья, поехали. Подвижность у машины очень классная, мне очень нравится, она очень маневренная, хорошо набирает ход, у нее великолепная максималка и в этом ей не откажешь. В отношении комфорта передвижения здесь действительно все на высоте. Что же касается минусов по данной машине. Ну, самым основным минусом является то, что машина, ну, в край картонная, пробивается всеми, кем не лень. Что касается стрельбы на дальних расстояниях, то и время средения, и разброс, и скорость полета снаряда, они все великолепно сбалансированы, эти показатели. И отыгрывать на дальних расстояниях на данной машине просто-таки, ну, не знаю, одно удовольствие, что ли. Единственное, что вам необходимо постоянно держать себя в руках, для того, чтобы на вот этой вот великолепной подвижности не подскользнуться, как на банановой кожуре. Потому что, когда вы держите в руках машину, которая сама прям рвется, чтобы полететь вперед, то, понятное дело, что очень часто зарываетесь, закидываетесь куда-нибудь туда, где вам не место, ну и, соответственно, попадаете в какой-нибудь замес, из которого вам очень сложно выбраться. На данной машине выбраться из замеса, ну, прям совсем сложно, до умопомрачения. Потому что там пробивают ее все, выцеливать нет необходимости, многие кидают на вскидку даже без сведения, и получают вполне себе неплохие результаты в отношении ваших потерь по вашему ХП. Так, опустили бы хоть немножечко как-то, я не знаю, вперед, для того, чтобы я тоже мог там как-то пострелять, что ли. Поехали, попробуем помочь нашему Тигру второму, пока эти двое ребят разбираются с тяжом. АТ-28 Дефендер обладает у нас не сильно бодрой перезарядкой внутри барабана, и это позволяет нам немножечко понаглеть. Понятное дело, что Дефендер нас будет сейчас пробивать, и это не будет абсолютно для меня никаким удивлением, а вот для него будет удивлением то, что перезарядиться полноценно он не сможет, ну и, соответственно, отправить меня в ангар тоже. Подкрались незаметно, благодаря хорошей динамике данной машины, и сделали еще один фраг. В общем, ребят, давайте будем, забегая наперед, потихоньку, параллельно за ценам машины подбивать, наверное, даже сразу итоги. Итог очень простой. Если вы новичок в игре, то данная машина вам, можно сказать, противопоказана, потому что вы, ну, прям совсем, совсем с трудом сможете реализовать весь ее потенциал. Потенциал действительно есть, если вы будете играть где-нибудь на третьей линии, а желательно еще и дальше, чем третья линия находится. Короче говоря, от одного конца карты на другой отправлять будете свои снаряды, и не будете светиться, а будете работать по засветам ваших союзников, то набрасывать на ней в районе 3000 урона за бой, да нефиг делать. Но, ребят, сразу поворачивается медаль другой стороной, если все-таки вы попадаете куда-то в стычку со своими соперниками. Плюс к тому, ребят, стоит отметить, и это уже мое личное наблюдение, отыгрывать на данной машине на сенсорнике намного сложнее, ну, прям в разы сложнее, чем отыгрывать на компе. Поэтому учтите этот момент тоже. Есть танки, на которых вы не замечаете разницы между тем, чтобы отыгрывать на сенсорнике или на компьютере, а на этой машине это действительно очень сильно ощутимо. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Если вы играете с сенсором, то учтите, что реализовать ее будет, ну, опять-таки, сложнее, чем играя с ПК. Что касается нашей результативности по бою. Я думаю, что мы заняли одно из первых мест по количеству нанесенного урона. Навряд ли первое, но хотя бы второе точно. 2480 единиц урона, 3 фрага, знак классности мы получили. Что касается нашего результата по серебру, которое мы зарабатываем за этот победный бой, то здесь у нас, ребят, с учетом прем-аккаунта, который у меня активирован, получается 66 тысяч. Без него 41 тысяча, если округлять в большую сторону. По-моему, неплохой фарм. Но будьте готовы к тому, что это далеко не самый лучший фармер, потому что в каждом бою вывозить постоянно одни и те же результаты на данной машине действительно сложновато. И это действительно является показательным боем для канона Ягдепанзер 105. Вот так она играется где-то приблизительно в 4 боях из 10. В 6 боях из 10 будут результаты похуже, потому что там вас, скорее всего, будут быстрее выносить. Ну и здесь я, честно говоря, удивлен, потому что занимаю первое место, но думал, что буду на втором. Ну, занял, да и занял. Главное, что не первое место с конца. А так, в целом, я думаю, что жаловаться не на что. Что касается наших соперников, то, ребята, молодцы. Спасибо им большое за бой. Мне было приятно с ними поиграть. Ну и, соответственно, похвалить двух самых результативных игроков с противоположной команды. Короче говоря, за 5500, если так ее оценивать, в составе набора, окей, пусть будет. И я думаю, что периодически вы будете ее выкатывать для того, чтобы просто спокойно где-то вдалеке постоять. И понастреливать, потому что действительно крайне хорошо играется машина на очень больших расстояниях. Ну а если покупать ее за 6500, то прям очень-очень хорошо подумайте, стоит ли вам тратить такие деньги на приобретение данной ПТХи. И расценивайте, пожалуйста, это со стороны того, сможете ли вы реализовывать ее потенциал, с учетом крайне скудной живучести данной машины. Это было абсолютно честное мнение по поводу канона... Да ну ее в баню, короче. По поводу вот этой вот ПТшки со сложно выговариваемым названием, если вы за честность. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал прямо сейчас. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии по поводу увиденного. Я побежал снимать специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok